Икра из тыквы получается не менее вкусной, чем баклажанная или кабачковая, и если перекрутить овощи на мясорубку, на вид она очень похожа, а ведь тыква не уступает в пользе кабачку или баклажану. Большой плюс этого рецепта в том, чтобы икру можно не только кушать свежеприготовленной, но и сделать запас на зиму. Она хорошо хранится в прохладном темном месте, под металлическими крышками или в холодильнике под полиэтиленовыми, смотрите. Досмотрею видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Подготовьте овощи, вымойте и очистите их, порежьте небольшими кусочками для мясорубки. Первым перекрутите лук и отправьте его на разогретое масло обжариваться в течение 5 минут. Далее перекрутите морковь и добавьте ее к луку, перемешайте и обжаривайте еще 5-6 минут. Пропустите через мясорубку тыкву, добавьте к овощам, обжарьте в течение 10 минут, периодически помешивая ложкой. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Пропустите через мясорубку помидоры или используйте томатную пасту с водой, добавьте к овощам, посолите по вкусу, поперчите, тушите под крышкой 20 минут. Добавьте рубленый чеснок, уксус, перемешайте и протушите 5 минут икру, разложите по стерильным баночкам и закатайте, или же охладите и подайте к столу, посыпав свежей рубленой зеленью, приятного. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Тыква 700 грамм, морковь 350 грамм, лук 350 грамм, помидор 150 грамм или паста томатная 3 чайные ложки и 70 миллилитров воды, чеснок 30 грамм, соль по вкусу, перец по вкусу, черный молотый, масло растительное, 50 миллилитров, уксус столовый 9 процентов, 25 миллилитров, количество порций 4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Заходите на канал снова, котятки.